Добрый день, канал Домеблик. Сегодня хочу рассказать по просьбе моих подписчиков о новой покупке, что я себе приобрел. Это формат расторичный станок. Сколько лет я уже этим занимаюсь, вот 20 лет я без него обходился. Я думаю, что я обходил без него и дальше, но так случилось, что была такая возможность, было желание, я его купил. Я сейчас не буду рассказывать обзор, не буду показывать технические характеристики и все остальное. Я сам просто расскажу сам подход, что я знаю об этом деле, с какими трудностями и моментами я столкнулся и потом может кому-то это еще даже пригодится. Хотя опять же не буду много рассказывать, потому что все это информация есть в интернете. Так, с чего началось? Началось из того, что был вопрос, что покупать? Станок или бушный, или новый. Я не знаю, как в других странах, там, в России, Казахстане, Белоруссии, но мне кажется, что на Украине на сцену не оправданно на бушки высокие, не оправданно высокие. То есть, если у нас, например, скажем, бушный станок стоит около 4 тысяч евро, то я думаю, что каждый здравомыслящий человек, мы сразу же подумали, что лучше добавить еще полторы-две и купить новые, потому что туда смысла бушки я не вижу. Не знаю, почему так дорогие, но я смотрел там и на OLX, и на других сайтах, но говорю, у нас бушки почему-то слишком дорогие, слишком дорогие, как мне кажется. Да, но это опять же таки личное мнение. Перед тем, как покупать, я смотрел тоже разные фирмы, не буду уже, скажем, называть, чтобы, с технической точки зрения, это не было неправильно, значит, не другие, и системы, и шариковые, и каретки. Ну, много чего есть. Конечно же, чем больше, чем крутее фирма, тем она дороже. Китай, соответственно, дешевле. Но здесь, я думаю, что все-таки нужно определиться два момента при выборе СНК. Как мне кажется, это два момента. Во-первых, это место, где он должен стоять, потому что если каретка 3,20, когда ход, сами понимаете, около 7 мм. То есть это место, и второе, не менее важно, это человек, который на нем будет работать. Потому что если поставить какого-то бойца, скажем, слишком неответственного, он ее угробит, что Адельтендорф, что китайцы, что другого. То есть два, мне кажется, два момента, которых нужно учесть. Это место и человек, который на нем будет работать. Ну, человек или бригада. Потому что я видел, как работают на других фирмах. Ну, честно говоря, жалко этих СНКов. Итак, сам станок. Остановился я свой выбор Робланд, бельгийский станок. Значит, не буду слишком долго рассказывать, что, как, чему. Есть свои моменты. Скажем так, скажу одно. Несмотря на то, что сейчас все идет по унишивлению, бельгийская фирма, Дельгия. Металлы они не пожалели. Там по корпусу все, металл там, будь здоров. Вес всего около тонны. Не помните по характеристиках. Подъем, опускание пилы. Два мотора, на подвизную и на основную. Это все стандартное. За счет, что мне понравилось, это кожу, которая здесь опускается, поднимается. Если будем пилить по другому 45, там, это пластмассовая кожа. Еще другой есть. Если он не нужен, он у нас. Можно его вот так отвести. Здесь фиксуется. Здесь шланг, ну, просто еще не поставил. Есть уже, но еще не поставил. Так, и дальше какие у меня возникли моменты. Значит, что хотелось бы отметить. Три скорости. Есть три скорости. Если бы это была какая-то опция дополнительная, я бы, наверное, на это внимание не обращал бы, но это уже в комплектации есть. Два мотора, как я уже говорил. Причем один мотор, по-моему, здесь на 5 киловатт стоит. Но здесь как-то так получилось, что, как мне сказали, он стоит на 7 киловатт. То есть, когда я и фанеру там пиляю, или что, я нагрузки даже не чувствую никакой. Так, каретка ходит очень хорошо, легко. Здесь система шариковая. Но, опять же таки, я еще повторюсь, есть шариковая и роликовая. В интернете это все можно посмотреть. Есть свои моменты и там, и там. Потому что те же китайцы, которые делают на роликовых, там каретки, немножко они и по скромнению, и по качеству немножко хуже. Так что здесь сама система показателей шарики или ролики здесь не так, я думаю, принципиально, как принципиально самоисполнение. Но здесь все стандартно. Так, настройка пилы. Кстати, пила здесь стоит, становится 400-ка, или 450-ка. По-моему, 400-ка, надо посмотреть. То есть, фанеру я даже пиляю без подрезной. Я в прошлый раз показывал, то есть, ну, я низко опускаю. Миллиметр пятен над фанерой у меня стоит. И пока работаю без подрезной. Видите, меня устраивает. Нужно будет, будет, тогда и... Тогда, конечно, и подрезная здесь есть. Настройка подрезной, и все нормально. Далее. Значит, здесь должен стоять расширительный стол еще. Но помещение у меня, вроде бы, скажем, не маленькое, но не настолько большое, чтобы он сюда мне поместился. Значит, я стол сюда не ставил. Он должен крепиться сюда. Стол я не ставил. А эту направляющую, по которой ходит, вот эта вот линейка, я обрезал. Так, обрезал так же линейку, этот вот алюминиевый, тоже обрезал. Потому что здесь уже к стенке, как раз, получается, так не очень. Места много. Ну, в принципе, меня она устраивает. То есть, 70 сантиметров с этой стороны рез меня устраивает. Для тех задач, что я его купил, этого мне хватает. Далее. Сам этот вот держатель. Держатель этой защиты. Там и здесь, и защита, и вытяжка. Тоже я его обрезал и переварил. Вот даже видно стык. Как с одной, так и с другой стороны. Ну, скажем так. Так нужно было. Так было нужно, чтобы он сюда поместился. Опять же, таки, я этой, здесь проблемы не вижу никакой. Это не какая-то основная конструкция. Это всего-навсего держатель. Так, обрезал. Ну, здесь мне помещается до, я здесь прям по мастеру написал, 94 сантиметра от пилы до той точки. В принципе, меня это устраивает. Я здесь проблем для себя никаких не вижу. Конечно, если это в цеху будет стоять и пилять там постоянно ДСП, это, конечно, было бы, я думаю, что не очень удобно. Но, опять же, таки, повторюсь, мне этого хватает. Здесь всякие дальше прибамбасы, прижимы, там, все остальное. Там одна линейка, здесь вот и под угол ставится. Ну, я, как это, ее пока не ставил, она мне, пока не надо. Надо будет поставить. Так, наклон пилы, все это стандартно. Все это есть. В принципе, скажем так, покупкой я доволен. Станок, как для меня, хороший. Точно такой же станок стоит у Сергея Букатова. В принципе, он мне это и посоветовал. Спасибо ему. Сергей, спасибо за консультацию. Да. Вот. У него он уже более 10 лет. Я не знаю, такой или, я думаю, что все-таки какие-то, наверное, изменения там были в нему. Вот. Сама направляющая здесь, не направляющая, а каретка собрана на Шарьковой. Вот там здесь немножко есть свои моменты с направляющими, не направляющими, а, как это правильно сказать, ну, наверное, направляющими, да, по которым не ходит сам шарик. Здесь они проворачиваются. То есть, если она слишком изношена, его можно привернуть. Но, как мне Сергей Букатова сказал, что за 10 лет они еще его ни разу не проворачивали. То есть, получается, что здесь каретка будет при хорошем, при нормальной, хорошей работе, она будет служить, служить и служить. И, как я уже еще раз смотрю, самое главное, что одна из тех моментов, которые нужно учесть, это человек, который на нем будет работать. Так. Прижимы. Не прижимы, а вот эти вот ограничители. Мне тоже, честно говоря, не нравятся. Потому что здесь не один, а здесь их два стоят. То есть, шата здесь никакого нет, как один, так и другой. Ну, а дальше все стандартно идет. Вот такая информация, небольшой обзор. Цена. Да, это самая главная цена. Знаете, я, наверное, не озвучу ту цену, за которую я взял. Потому что я ее брал уже, он стоял, там, в этой фирме, что продает, он стоял как образец, как выставочный вариант, скажем так, да. Если кому нужна, я сброшу ее, и фирму, и все, где я ее покупал. Цена. Я думаю, что по Украине цена примерно от 6,5 до 7 тысяч евро. Я думаю, что это цена на такой стандарт. Я думаю, что средняя. Ну, а дальше я говорю, что дальше уже кто как договорится, кто как там. Кредиты, срочки, наличка, неналичка. Это уже моменты такие, что каждая петляет. Да, вытяжка. Вытяжка к станку, форматнику, обязательно. Без нее можно, особенно когда идет пиление МДФ, ДСП, можно, конечно, задохнуться. Вытяжка это обязательно. Ну, вот и все. Я думаю, что все. Спасибо за внимание. До свидания. Хорошей работы. Удачи.